Всем привет! Мы начинаем новый цикл передач «Попутчики». Эти видео будут об интересных людях, встреченных нами на пути. Пока не началось, хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу экспедицию через PayPal и Яндекс.Деньги. Ваша поддержка помогает нам двигаться дальше и делать больше. Спасибо вам! Сегодня у нас в гостях легенда российского круизного яхтинга. Ребята живут и путешествуют на яхте уже почти 20 лет. За это время они прошли Европу, Западную Африку, Карибские острова. Первая дочка у них родилась в Колумбии, вторая в Панаме и прямо на яхте. А сейчас они находятся на Таите в середине Тихого океана. Представляем вам взрослую часть команды парусной яхты Теофания, Максима Иванова и Наталью Коншину. Ребята поделятся своими знаниями о том, как зарабатывать деньги в путешествии. Мы начинали самым неправильным образом, просто категорически ложным, которое нельзя было делать, которое можно делать только будучи реально молодыми безумцами. Ой, меня не подкупить, считать я не умею деньги. И все, чем оплатили труд, растрачиваю на жары. Летят шары по темно-синему, и исполняется просимое, и постигается... Среди яхтсменов ходит такая фишка, что на тысячу долларов в месяц ты проживешь всегда в любой стране. Почти любое умение может быть всегда успешно продано, если только ты готов этим заниматься. Если ты учитель, умеешь учить, ты будешь учить. Если ты умеешь лечить, ты будешь лечить. Если ты умеешь музицировать, ты будешь музицировать. Если ты умеешь продавать, ты будешь продавать. Поэтому опыт показывает, что как только ты вытряхиваешься из области Европы и оказываешься в странах третьего мира, где происходит в основном кругосветка, то любой человек с любой компетенцией, если он готов, он будет обязательно востребован. Нам повезло, у нас есть две квартиры в Питере, которые мы сдаем, очень все банально, и на эти деньги мы можем жить, плюс, как у любого почти человека, который плавает, у нас есть определенная масса способностей, знаний, умений и навыков, которые мы можем продать, скажем так, виды работ, которые мы успешно оказывали в разных странах. И знаем, что мы их можем оказывать, где бы мы ни оказались. То есть я бы рекомендовал человеку, который уходит в путешествия, если ему это нравится, обзавестись некоторой такой профессии, которая может быть востребована на любом языке и в любом социуме. Мое открытие было в том, что надо создать такой источник, так сказать, материального поступления, который не будет, а, контролироваться системой, чтобы он был фактически анонимным. То есть связь между твоей работой и твоими деньгами, она как бы не была однозначна. И чтобы это было принципиально, так сказать, не отсутствовало возможность тебе этот канал перекрыть. Это второе. Третье, чтобы источник этот был такой, чтобы твои доходы, они не имели какого-то конкретного потолка, чтобы ты всегда мог заработать столько, сколько тебе надо. Но в нашем случае, к сожалению, так не произошло, потому что мы уезжали совсем из другого мира. Мы были завязаны на вот эти самые институты властно-социальные, очень плотно, политические, что ли, и все такое, которые в конечном счете осуществили то, чего они всегда осуществляют. Это предательство людей и контроль. Мы стали в некотором смысле жертвами, как и миллионы людей вот этой всей изменившейся системы. Вот. Но вот сейчас у нас как бы возникло некоторое новое видение, что как можно было бы это сделать и как вообще должны делать люди, которые хотят быть свободными. Которые хотят быть свободными и свобода которых обязательно будет омрачена, если они вот привяжутся к одному из таких традиционных, что ли, денежных якорей. Вот. Но чтобы сделать это, чтобы добиться того, о чем я говорю, чтобы ты имел неограниченный для себя источник финансового, так сказать, потока, который не контролируется вот конкретной враждебной системой, которая хочет тебя загнобить, и тебя, так сказать, тебе сделать, нужны некоторые специальные знания, которые, к сожалению, очень сложно получить, потому что никто их, кто до них додумался, он их не раскрывает. Вот. Но если все-таки тебе повезет, то ты решишь вот эту вторую часть большую вот такой жизни, что ты можешь ее жить, но при этом ты не должен ходить на работу, ты при этом не должен сдавать там недвижимость и платить налоги, которые потом идут там куда-то на убийство людей, и ты не можешь проконтролировать. Это можно все сделать, если понять, куда надо смотреть. А куда надо смотреть? Вот ты нашел этот путь, то есть что? Что нужно делать людям, которые... Конечно, но я это не собираюсь рассказывать нашим дорогим читателям. Вот Макс уже говорил о том, что у нас есть две квартиры в Питере, но для жизни в Полинезии это не считается. Это очень мало. Об умениях, которые можно заработать, ну, музыка, вот. Максим с удовольствием играл в музыку, и какое-то время, да, это там приносило определенные заходы. Статьи-то немножко писала я, но писать статьи для русских изданий совсем мало оплачивается. Еще у нас есть прибор волшебный ГРВ, называется ГРВ-камера. Прибор, который позволяет мерить энергетический уровень человека. Мы эту тему здесь тоже ведем. На этом немножко, да, был период, когда мы зарабатывали семинары, да, мы вели на эту тему. Развиваем туристический проект. Я принимаю здесь народ из России, испаноговорящих, англоговорящих. Мы создали сайт на русском, пока еще планируем создать его на испанском и на английском. Ну, и я вожу экскурсии на Таити. Это каштан таитянский называется, они его называют мапэ. На дороге часто стоят мужики и кричат, мапэйшо, мапэйшо, горячая мапэ. Он по вкусу, его плоды, как каштан, который очень трудно выковыривать. Вон они, в частности. И полинединцы древние во время охоты использовали для коммуникации эти деревья, потому что они все, тышь, они как барабан. У них была своя звука морза, типа, я завалил кабана, типа, другой. Бегите все сюда, а другой. Ой, а кабан завалил меня отсюда. Не только водим экскурсии, обеспечиваем, я готова, в принципе, обеспечить любого рода туристические услуги, отели и так далее. Если у меня есть, то так или иначе можно их применить. Не, ну мы начинали как, мы начинали самым неправильным образом, просто категорически ложным, которое нельзя было делать, которое можно делать только будучи реально молодыми безумцами. То есть мы начинали как спонсорский проект. Вот, вся наша идея, так сказать, поддержания нашей активности во время путешествия была построена на той идее, что то, что мы делаем, это важные вещи для страны, для мира, для людей, для Вселенной. И что есть люди, которые, так сказать, имеют некоторый дополнительный ресурс, который не могут делать ни для мира, ни для страны, ни для людей. Но эти люди очень хотят быть полезными миру, стране и людям. Поэтому эти люди поддерживают тех, кто делает эти вещи для страны мира и для людей. Вот классическая спонсорская схема. Поэтому мы были очень уверены в своей, так сказать, миссионности, что ли. Миссианстве. Миссианстве, да. Мы подходили и эти деньги просили, и мы их получили. Мы нашли людей, которые оценили то, что мы делали, и они пообещали нас поддерживать. И они нас очень долго поддерживали. Как все неправильное, это в какой-то момент закончилось. То есть это была для нас очень большая финансовая проблема, что изначально созданный проект спонсорский в рамках благовеста, в данном случае большой компании, он потом неким образом естественным перекочевал уже в совершенно безумный формат семейного путешествия, продолжая финансироваться как спонсорский. И когда мы внутренне, я лично, дошли до такой точки, когда я уже просто не хотел, не то чтобы мы не могли, то есть мы научились очень хорошо это делать, имели возможности продолжать это делать, но в какой-то момент наступил внутренний предел. наступил понимание, что спонсорская модель, но она просто неправильная. Она неправильная, если ты хочешь быть человеком свободы. То есть она хорошо, если ты хочешь продолжать оставаться человеком матрицы, так сказать, и обслуживать в этой матрице определенные группы интересов. Вот, но мы в какой-то момент осознали, что мы не хотим. Наша экспедиция, она планировалась на три года, затянулась уже скоро на 20. То нам в какой-то точке надо было перейти со спонсорской модели на какую-то другую модель, вот что мы и пытались сделать, но, конечно, это был сложный переход. Поэтому тем, кто хочет, так сказать, оставаться свободным, я, конечно, бы рекомендовал не искушаться легкостью спонсорской модели, а найти другую модель. Итак, подведем итоги. Какие есть способы заработка на яхте? Постоянный пассивный доход, дивиденды со свечного заводика или доходы от сдачи недвижимости. Удаленная работа. Так зарабатывают программисты, дизайнеры, копирайтеры, репетиторы, психологи, журналисты, юристы и даже врачи. Заработок собственной лодкой. Можно брать пассажиров на борт, либо обучать студентов парусному делу. Подработки в портах и на стоянках. Это сезонная работа, когда вы устроились в поля собирать апельсины. Можно устроиться барменом, гидом, а также оказывать услуги сварщика, плотника, парусного мастера, механика, электрика. Можно продавать пойманную рыбу, ракушки и самодельные украшения, картины и свежеиспеченный хлеб. Заработок на блоге, реклама, донаты и вебинары. Можно наниматься на перегон яхт. Ну и никто не отменял спонсорскую поддержку. Летят шары по темно-синему И исполняется просимое И постигается бессилие Всего земного перед тем Что больше частного и личного А выше и полета птичьего Что ускользает от привычного И испаряется совсем Субтитры создавал DimaTorzok